Савино-Сторожевский монастырь, Успенский собор на городке, Москва-река. Кажется, в Звенигороде время остановилось. Ровно до тех пор, пока на горизонте не появляются многоэтажки. В предыдущие годы дома в историческом городе вырастали, как грибы после дождя, чего не скажешь о социальной инфраструктуре. И теперь местные жители опасаются. История повторится. Через Москву-реку, это как раз тоже горки и то, что у нас попадает из зоны охраняемого ландшафта. Вот это что настроили? А это уже у нас идет Савино-Свобода. Это Южный микроорг? Да, Южный. Осмотреть Звенигород и окрестности с высоты Успенского собора на городке, чтобы не дать их застроить. Глава Зенцовского округа Андрей Иванов посетил знаковые места древнего города. Делали специально это для того, чтобы не было никаких тревотолков, никто нас не смог ввести в заблуждение, рассказывая о том, что любое, может быть, чуть меньше этажности строительства не закроет виды, не будет мешать взору, мешать памятнику. Чтобы не произошло вот таких лукавств, или нас никто не завел, как говорят в народе, за корягу при обсуждении этих охранных зон. Это вопрос сложный, конфликтный. Мы сегодня все посмотрели сами. Территория вокруг памятников архитектуры в частной собственности. Чтобы застройка не скрыла их от глаз местных жителей и туристов, нужно четко обозначить охранную зону, в границах которой ничего возводить нельзя. Много, видимо, у инвесторов было планов по инвестированию в эти земельные участки, по дальнейшему извлечению прибыли. Но, к сожалению, придется их расстроить. То, как это планировалось, сделать не удастся. Дискуссии, круглые столы и публичные слушания по генплану и правилам землепользования и застройки в Звенигороде пройдут в августе. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.